Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался что-то. Только на Радио Болтком в любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день еще раз, Александр Шунин в студии. Программа «Встретились, поговорили», конечно, ну, так себе имеет отношение к настоящей теме. Просто пока что это, ну, такой временный вариант. Мы в творческом поиске нового названия. Об новоэкономикс, например, так может называться программа, которую мы ведем совместно с Татьяной Латышевой, докторантом экономики и финансистом. Добрый день, Татьяна. Добрый день. Уже становится хорошей привычкой по вторникам в это время в 11 часов сразу после новостей видеть вас у нас в студии. Сегодня продолжим, видимо, тему, начатую в прошлый раз, экономическая трансформация. Чем таким занимаются, какие приоритеты у латвийского правительства в наступившем году, в 2023? Ну, давайте тогда с главного и начнем. Один из амбициозных приоритетов так и называется – экономическая трансформация. Трансформируется что-то в экономике постоянно. Мы помним, кто-то помнит, кто-то жил во времена, когда строили социализм, потом коммунизм, была плановая экономика, потом стала рыночная экономика. Вроде как трансформация произошла. О каких трансформациях может идти речь сейчас, если экономический строй в нашем случае не изменен? Совершенно верно, экономическая трансформация – это совершенно амбициозный приоритет правительства, потому что терминология включает в себя новую, измененную экономическую систему, которая, как правильно вы заметили, должна затронуть все области существующего строя – и политическую, и правовую, и отношение к собственности, и носить масштабный всеобъемлющий характер. Действительно, из последних примеров, это мы пережили переход от социалистического производства к капиталистическому производству. Помним, приватизация, смена форм собственности, изменения в найме, вся финансовая система поменялась. И как еще один пример, кстати, можно привести, это 60-е и 70-е годы, когда был переход от индустриального производства к постиндустриальному производству, когда на первое место вышла наука, стала пользоваться спросом и образованием, и институт образования вышла на первое место в производстве, что изменило всю структуру производства, то есть стали появляться какие-то исследовательские лаборатории, даже на уровне крупных компаний, внутри, внутри самих предприятий. Поэтому с большим трепетом мы открывали эту папочку с названием «Экономическая трансформация, предложенная правительством». Что мы там увидели? Значит, три основных направления, которые видят как экономическую трансформацию в Латвии в 2023 году, это поддержка и развитие предприятий, ориентированных на экспорт, и повышение их конкурентоспособности и доступность для них денежных средств. Второе направление – это поддержка инновационных проектов и управление трудовыми ресурсами в стране. И третий аспект был, третье направление – это доступное жилье. Что же каждое из этих направлений включало? По поддержке экспортоориентированных предприятий предложено в 2023 году выделить 10 миллионов, поддержать 10-11 крупных проектов и создать 600 высокооплачиваемых рабочих мест. И в среднесрочной перспективе, в 2024-2025 году, еще по 30 миллионов в каждом году и создать в общей сложности около 2000 хорошо, я подчеркиваю, хорошо оплачиваемых рабочих мест. И сразу возникает вопрос. Если мы говорим про 2023 год, да, и мы говорим, что будет поддержано 10 проектов, и создано 600 рабочих мест, хорошо оплачиваемых, сейчас у нас март, бюджет был принят только что, значит, эти проекты уже как минимум должны существовать. Я хотел бы уточнить сразу, речь идет не о поселке городского типа, речь идет о европейской стране, с населением чуть больше, хорошо, но все-таки полутора миллионов человек, и в этих масштабах 600 рабочих мест это, извините за ненаучный термин, как слону дробина. Кстати, вначале я это упустил извинен, на всякий случай сейчас скажу, телефоны прямого эфира, вы можете высказывать свое мнение, задавать вопросы нашей соведущей Татьяны Латышевой по номерам телефонов 672-12-393, 672-13-939, и либо писать на WhatsApp на номер 230-6191. Итак, 67212-939, 67213-939, либо WhatsApp-чат 230-6191. Итак, 600 рабочих мест при официально зарегистрированной безработице, исчисляемой, ну, там, сколько, 13 процентов. Как вы это оцениваете? Это очень хорошее замечание. Кроме того, что мы говорим о 10 проектах, которые... То есть на самом деле выглядит, что это просто вот какая-то фантазия, вот мы поддержим 10 проектов, если эти проекты уже существуют, хотя бы эти 10 проектов в 2023 году, которые будут реализованы, уже существуют, как правило, называются отрасли, в котором они будут реализованы, какие предприятия будут участвовать, или кто будет привлекаться, из каких стран. Нет конкретики совершенно никакой, и если это не реализация 10 проектов, а поиск 10 проектов, то это совершенно другая ситуация, да, для нашей экономики. По поводу 600 рабочих мест, несмотря на то, что это действительно очень мало, опять мы возвращаемся к вопросу, даже если мы найдем какие-то проекты, которые будут, захотят развиваться в Латвии, где они найдут эту квалифицированную рабочую силу, даже в размере 600 человек, если... Мы не знаем, что это за проекты, может быть, люди сидят и ждут эту работу. Если на сегодняшний день те предприятия, которые сегодня уже работают в Латвии, не могут подобрать достаточное количество квалифицированных работников, чтобы обеспечивать свои производства и производить заказы, обеспечивать выполнение заказов, то говорить о том, что мы найдем... Я думаю, что одной из проблем, почему к нам не приходит новое производство, это отсутствие квалифицированной рабочей силы на рынке труда. И то есть вот этот такой замкнутый круг, когда мы хотим какие-то проекты профинансировать и привлечь, но никто не придет, пока некому будет работать. И то, что у нас есть какая-то безработица, те же предприятия и производства говорят, что найти сотрудников, которые могут выполнять даже самую простую работу, связанную с производством, практически невозможно, даже при любых зарплатах. Хорошо. Давайте попробуем уточнить, есть ли понимание на любом уровне, вашем научном или государственном, Министерству экономики, скажем, правительства, в какой именно сфере должны быть эти самые квалифицированные рабочие руки или головы. Потому что, скажем, на днях у нас был председатель правления Луэнфарма в гостях, и он утверждает, что у него все в порядке. Ему хватает и текущих рабочих рук, и ребята молодые, получающие образование медицинское, фармакологическое, на химическом факультете, в общем-то, они знают, зачем они получают это образование, и теоретически знают, что они могут, например, к ним пойти работать на одно или второе, вот это вот два у нас мейджора фармакологии, либо туда, либо сюда. Сейчас мы кого подразумеваем под квалифицированными кадрами? Это очень хорошо, что есть химическая отрасль, химическая промышленность, которая полностью укомплектована, я могу только за них порадоваться. Я больше, наверное, имею в виду производственные предприятия, как раз экспортные, которые работают на... Кто и заявлен в приоритете развития 2023 года, это совершенно предприятия, более, скажем так, производящие продукцию из местного сырья, да, допустим, там какая-то вот обрабатывающая промышленность, какая-то что-то связанное там с деревообработкой, что-то связанное с... Неужели у нас кризис в пищевой промышленности или в деревообработке? Там не хватает сотрудников. То есть постоянно можно встретить объявления, которые дают работодатели, когда они предлагают деньги работникам потенциальным только за то, чтобы они пришли на собеседование. То есть это встречается абсолютно часто, причем суммы предлагаются от 250 до 500 евро. Без обязательств взять на себя эту работу. Да, абсолютно. Причем даже жалуются, что люди, согласившись, согласившись прийти на работу, подписать трудовой договор, на следующий день там в условленное время не приходят, не являются и уже в этот момент становятся там перекупленными какими-то другими предприятиями. То есть на самом деле, как только человек квалифицированный, он востребован, и за него идет фактически соревнование. И вот к вопросу о рынке труда, это вот в следующем приоритете правительства, там, где они планируют развивать и поддерживать инновационные проекты. Там вы опять порадуетесь. Там появляется конкретика, там, где правительство предлагает поддерживать, обещает поддерживать инновационные проекты. Появилась конкретика, что уже есть два проекта. Два проекта на 2003 год, которые со сроком реализации в 2024 году. На каждый выделено 5 миллионов в отрасли биомедицины. И второй проект – это инженеринг. То есть это тоже мы можем сделать акцент, что у нас есть два проекта готовых, которые будут реализовываться на всю страну. Из этих десяти, которые, в принципе, планировалось, в 10-11 даже. Нет, это уже второе направление. То есть там 10, а здесь есть два, но, возможно, найдется еще какие-то проекты. То есть здесь просто появляется конкретика вот в разделе инновации. Это как второй приоритет правительства. Это экономическая трансформация инноваций. И здесь появляется конкретика вот в размере двух проектов. И в этом же разделе экономической трансформации государства, наконец-то, озаботилась трудовым ресурсом в государстве. И что оно предлагает, вернее, не предлагает, а обещает сделать. Это в течение трех лет разработать стратегию развития и управления трудовым ресурсом в государстве. У нас нету трех лет. Нету трех лет, чтобы в течение трех лет разрабатывать стратегию. Нам нужны рабочие прямо сейчас. Меня ужасно интересует, почему именно три года, а не там три дня или три недели, максимум три месяца. А мы спрашивали вопросов реплик из прямого эфира, мы начинаем получать. Такой вопрос требует уточнить. Высокооплачиваемые рабочие места – это сколько в евро? Можно ли озвучить в цифрах градацию в Латвии низкооплачиваемые, среднеоплачиваемые, высокооплачиваемые? Огромное спасибо за вопрос. А пока вы думаете над ответом, напомню номер смс ватсап чата, простите, ну да, смски на ватсап 2306191, и телефоны прямого эфира тоже задавать вопрос, высказываться 67212939, 67213939. Итак, давайте пробежимся по цифрам, что такое зарплата высокие, низкие, средние. Если мы говорим о том документе, из которого мы сейчас приводим, фактически я дословно его цитирую, да, то есть это то, что было заявлено правительством, там именно в такой формулировке было заявлено высокооплачиваемые рабочие места. То есть конкретики по цифрам, что в их понимании считается высокооплачиваемым, не было, то есть, ну, совершенно понятно, что сегодня по отраслям, наверное, так или иначе могут отличаться зарплаты, поэтому нельзя сказать, в какой, то есть какую-то среднюю цифру привести, то есть есть просто... Неужели нет данных о средних доходах? По отраслям есть, по отраслям есть. Хорошо, а самое зажиточное, самое богатое? Это IT? Отрасль? Да. Ну, это, наверное, да, это, наверное, IT-специалисты, потом инновационные. Сколько там потолок? Ну, не потолок, а высокая зарплата в IT, в Латвии сколько считается? Ну, там очень высокие есть зарплаты, опять, в зависимости... Ну, 10 тысяч на руки в месяц, 15. Ну, 5, да. 5. Это квалифицированный специалист? Ну, соответственно... Нет, ну, это уже high-level, это уже работники интеллектуального труда. Когда мы говорим о квалифицированной рабочей силе, я все-таки имею в виду работников среднего звена для производственных предприятий. Сколько у них может быть сейчас? То есть, сегодня работники на производстве хотят получать 1800 брута. Брута? Брута, да. Ну, это совсем немного, прям скажем, по нынешним ценам на все. Да. Это вот к вопросу о том, что зарплаты выросли, да, то есть у нас... Вот я очень люблю читать сообщения, что средняя зарплата по стране выросла, и хочется всегда добавить, вот переписать, прямо взять вот этот вот текст, в котором прочитал, и приписать, ну, покупательная способность упала, да, этих же денег, она все равно падает, и зарплаты, к сожалению, растут медленнее, чем цены, да. То есть, покупательная способность тех же денег, она существенно ниже, чем была какое-то время назад. Так вот, ну, и третий аспект экономической трансформации – это доступное жилье, но тут, я думаю, что даже не будем там как-то углубляться, да, то есть это как бы к экономической трансформации особого значения даже не играет. Но, тем не менее, этот момент тоже там указан. По какой причине? То есть, у квалифицированного работника должно быть жилье, или жилья не хватает, или не того качества жилье, как расшифровать? Ну, речь идет о стимулировании и о доступности жилья для семей с детьми, для многодетных семей и просто семей с детьми. То есть, если многодетные семьи будут получать сокращенный платеж первого взноса, да, то семьи просто с детьми будут получать гарантии государства для покупки первого жилья. Ну, эта программа, по-моему, и сейчас уже работает, да, то есть она как бы как приоритет была оставлена. Теперь, что бы хотелось видеть в экономической трансформации, что делают соседние страны, и чего не делаем мы, и почему мы это не делаем? Для того, чтобы экономика вышла из рецессии, нам нужно несколько условий. Это дешевые и доступные деньги, много дешевых и доступных денег для предприятий, для всех предприятий, не только ориентированных на экспорт. Второе условие – это активность государства и желание государства развивать экономику. Здесь имеется в виду и налоговая среда благоприятная, и безопасность, и отсутствие коррупции, да, и, конечно, наличие, еще раз повторюсь, квалифицированной рабочей силы, потому что нет смысла открывать и перевозить сюда какие-то производства, если у нас некому работать. Если даже есть кому работать, то существует определенное нарекание к уровню доходов. Вот, опять же, реплика поступила из эфира. Мне за преподавание на английском языке иностранцам в РТУ платят в полтора раза меньше, чем 10 лет назад. Это какое хочет образование латвийская псевдоэкономика? Разъяренный слушатель нам пишет. Ну вот, пожалуйста, такая живая человеческая реакция сразу. Да, я могу с этим только согласиться. И это то, о чем мы говорили в прошлый раз, что без образованного общества не будет богатого общества, потому что экономику поднимают только люди. То есть сегодня даже высокотехнологичное инновационное производство требует рабочих среднего звена, которые там обслуживают оборудование, следят там за техническим обеспечением, да, просто элементарно даже тех же помещений. Хорошо. Давайте обрисуем... Ну, я сам хочу понять, в чем основная проблема. Люди у нас еще есть. Есть предложение по работе, есть запрос на работу в высокотехнологичных отраслях. Да. Почему одно не состыковывается с другим? Почему двузначная у нас цифра, а показатель безработицы, при том, что практически нулевое желание идти что-то делать, хоть за какие-то деньги? Об этой ситуации говорят все ассоциации работодателей и производственные предприятия о том, что при... Ну, кстати, у нас уровень безработицы относительно Европы всегда был один из самых низких, то есть рабочих, как правило, не хватало всегда, и даже при том уровне безработицы, который существует, все равно нельзя... Проблема в том, что у нас нет образования, то есть нету против всех училищ, нету техникумов, которые готовили бы специалистов именно среднего звена, которые так необходимы на производстве. Я помню, речь об этом на уровне правительства, по крайней мере, в Министерство образования идет не первый десяток лет о том, что у нас переизбыток людей с дипломами о высшем образовании, а реально руками работать некому. Да, в этом и проблема. Да, до сих пор в этом направлении ничего не сделано, и образование в том числе не переориентировано, хотя бы частично, не перенаправлено. То есть у нас после школы можно либо пойти в институт учиться, либо пойти просто работать. Поэтому вот этой средней квалификации, ее нет. И получается, что люди с высшим образованием занимают места, которые, в принципе, не требуют такого уровня, допустим, до образования, и, соответственно, люди с высшим образованием на эти места идти работать не хотят. Ну и при том, что есть определенные сомнения в уровне высшего образования в Латвии. Ну, это уже второй момент. Ну, это все кусочки одного пазла, как мне кажется. Я с вами согласна. Люди есть работать некому. Парадокс? Да. Вот давайте поговорим про экономические войны. Давайте про экономические войны. Опять же, если мы посмотрим на... Мы должны жить сейчас в той ситуации, которая вот есть на данный момент, и, исходя из этого, пытаться найти решение. Первое, с чего нужно начать, это, конечно, активность государства. Государство само должно использовать все свою силу, все свои ресурсы, как воронка, генерировать и затягивать сюда инвестиции, которые будут создавать производство, и в том числе притягивать рабочую силу, возможно, временно из-за границы. Сейчас я по порядку немножко попытаюсь об этом сказать. Давайте вспомним в 2021 году, когда мир столкнулся, мы в прошлый раз эту тему немножко затронули, с огромным дефицитом полупроводников. Пострадали все машиностроения, производители электроники. Случилось это в результате пандемии COVID и, конечно же, торговой войны между США и Китаем. Уже в конце 2021 года на уровне Европейского Союза было выделено финансирование, в котором могли принимать и претендовать на которое все страны, для того, чтобы привлечь предприятия, которые могут, у которых есть технологии и возможности производить полупроводники, в Европу. И уже в начале 2022 года Германия объявила о том, что она открывает завод по производству полупроводников, это были входящие инвестиции, то есть это производство, которое приехало извне в Германию, и о том, что она начинает финансирование своих институтов для разработки и создания технологий для того, чтобы уже Германия открывала свои производства по производству полупроводников. Ну, естественно, мы можем сказать, ну, извините, тут, значит, спор больших держав, США, там, Китай, да, и вот, ну, Германия, конечно, Германия, но деликатность ситуации заключается в том, что в 2022 году наши соседи, Литва, попадает в скандал, в торговый, суть которого заключается в том, что Пекин был недоволен, что Тайвань хочет передать Литве технологии по производству полупроводников. Ну, хочется сказать, господи, так хочется услышать, что Латвия попала в скандал, суть которого заключается в том, что к нам заходит какое-то большое производство высокотехнологичное, да, и, допустим, какая-то там сверхдержава уровня Китая выступает против. Ну, вот, почему это никогда не случается с нами? То есть, вот это большой вопрос. Теперь, опять, возвращаясь к трудовым ресурсам, наша любимая тема. Если сейчас у нас нету образования и каких-то вот учреждений образовательных, где можно получить среднее специальное образование и нету квалифицированной рабочей силы, да, это политическое решение, что нужно эту силу ввести. Давайте посмотрим, например, Польша. Вспомните, какая она консервативная и непримиримая, когда вопрос касается беженцев. Но мы говорим не о последней волне, да, а вот вспомним там несколько лет назад, когда Германия захлёбывалась от притока беженцев и Польша была очень консервативна в этом вопросе. И насколько она, какое антонием слово консервативна, она прогрессивна, да, она прогрессивна в вопросах ввоза трудовых мигрантов. Причем она ввозит трудовых мигрантов из Индии, Бангладеша, то есть как бы причем она ввозит именно квалифицированную рабочую силу среднего звена оттуда. И совершенно нет никаких противоречий вот в их таком подходе, да, то есть мигрантов нет. Ну, да, селекция мигрантов, эти нам нужны и выгодны, а эти будут просто жить на велфер. Да. Но экспортируя, импортируя, точнее, рабочую силу из Бангладеша и прочих таких стран, не закладывают ли они определенную такие вот зерна социальной напряженности. Ну, давайте вспомним, как это было, например, перед Брекзитом. Один из аргументов сторонников Брекзита был, они занимают наши рабочие места и зарабатывают наши деньги. Если следовать таким же путем, не повторим ли мы, ну, во-первых, не повторит ли Польша пример Великобритании, и если вдруг мы начнем действовать подобным образом, не повторится ли такая ситуация и у нас? Зачем нам нужен очаг социальной напряженности? Я вижу эту ситуацию так. Если нам сегодня нужно привезти сюда производство или начать самим что-то делать, инвестировать государственные деньги в производство, а работать некому, то мы сегодня привозим готовую рабочую силу одновременно, то есть начинают работать предприятия, начинают работать экономика, мы получаем деньги в бюджет, параллельно мы открываем образование для среднетехнических специальностей и выращиваем свои трудовые ресурсы. Резервы. Ресурсы. Что мы делаем с условными жителями Бангладеша? Которые уже работают на наших заводах? Уже работают. Наши ребята еще только пошли учиться, а эти уже работают. Да, но они как раз будут приносить деньги в наш бюджет, чтобы эти ребята могли учиться. И к тому моменту, когда ребята будут заканчивать получать свою специальность, мы как раз можем еще следующие предприятия, то есть чтобы и не было два проекта или десять проектов, то есть мы открываем следующее предприятие и у нас уже через три года есть рабочая сила квалифицированная, которая может приходить и работать. И это в том числе будет оставлять людей здесь. То есть если у нас будут предприятия, человек вышел из техникума, у него есть профессия, его сразу пригласили на предприятие работать по специальности, ему не нужно уезжать и искать счастье за границей. То есть этим самым мы будем оставлять молодежь здесь. То есть это как вариант начать что-то делать. У нас очень много реакций. Во-первых, в чате нам пишут, между прочим, эстонцы тоже стонут того, что закрываются предприятия и молодежь бежит батрачить на Запад. У нас есть звонок из прямого эфира. Готовы принять? Да. Алло, Дам, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, очень интересно вас слушать. Трудом можно понять, так вы критикуете или выражаете удовлетворение в тем, о чем вы говорите. Мы разбираем ситуацию, мы не оцениваем ее. Я понимаю, но я... Вы, судя по вопросу, не очень понимаете. Я в ироничней, хоть чуть-чуть, манере, которую вы любите, когда вы говорите, я могу что-то говорить, если вы разрешили позвонить. Вот вы задали вопрос, я обращаюсь к вашей гости, вы задали вопрос, почему с нами это не происходит, говоря вот о Литве, в связи с Тайванем, Китай, там, Германия, США. А до этого у вас была фраза «Государство наконец-то озаботилось». Раньше. И потом в следующем предложении вы говорили «Они пообещали то-то, то-то и то-то». Так вот, я просто задаю конкретный вопрос. Вот вы можете назвать, я обыватель, вы специалист. Вот за все прошедшие годы, десятилетия, что-нибудь, какой-то сектор, какую-то отрасль, где реально государство озаботилось, вот на примере, и персоналии какие-то, вот такой-то человек, министр, там, сделал то-то, то-то, то-то в этом секторе. То есть вообще ноль. Я говорю. Поэтому ничего сюда к нам не придет, и ничего здесь не было и не будет. Если я ошибаюсь, то опровергнись и меня. Все хорошее. Спасибо большое за звонок. Спасибо за ваш вопрос. Вот такое пессимистичное мнение. Чем парируете? Мы именно об этом и говорим, о том, что если мы заявляем громкий приоритет экономической трансформации, это значит, что мы должны начать делать то, что мы раньше никогда не делали. Если мы хотим, чтобы с нами случилось то, чего раньше никогда не было. Это, например, что? Чтобы к нам приходили новые инвестиции. Но инвестиции не придут, если не будет благоприятного инвестиционного климата, тех же самых налогов благоприятного и так далее. В прошлый раз мы говорили, неделю назад, что задача правительства собрать бюджет. Да. И потратить его, например, на ту же самую оборону. Да, именно. Но пока у нас не будет работать предприятие, у нас собирать деньги будет неткуда. То есть нужно отдавать себе отчет в том, что деньги можно собрать только из работающей экономики. Других вариантов нет. Если у нас сегодня нет работающей экономики, значит, мы должны найти способы, как ее запустить. По поводу благоприятной экономической среды. По поводу благоприятной экономической среды. Я приведу интересные примеры из мировой практики. Они, наверное, вряд ли где-то очень широко публично доступны, но как и в специальной литературе это обсуждается. И в правовом поле экономическом такие споры рассматривались, например, для привлечения каких-то очень крупных производителей, ну, с мировым именем, да, уровня там, я не говорю, ну, не знаю, там уровня Кока-Колы, я не говорю, что это сейчас история о них, да, но, допустим, я говорю, просто чтобы понимать масштаб, то есть как бы, если мы хотим привлечь какое-то предприятие, очень большое в Латвию, были истории в мировой практике, когда предлагают предприятию зайти и не платить налоги. То есть, ну, понятно, что не все, допустим, предприятие заходит, строит огромный завод, заключает с государством договор, строит огромный завод, привлекает рабочую силу, местную там по договоренности, если, допустим, у нас есть кадры местную, кого-то привозят своих специалистов, которые могут работать с какими-то технологиями, в страну пришли деньги, то есть много рабочих мест, люди здесь живут, получают зарплаты, тратят их здесь, те, кто приехали, покупают жилье, опять привозят сюда свои семьи, сюда заходят деньги, инвестиции, все это остается в Латвии. То есть предприятия платят только самые основные налоги, это социальный налог, то есть фактически только социальные гарантии оплачивает. Да, таких примеров действительно достаточно, существуют целые экономические зоны, живущие по таким правилам. Да, других налогов не платят, но есть одно условие, если предприятие вдруг решает вывести производство из страны, или вывести какой-то объем, часть инвестиций, вложенных в это предприятие, тогда оно должно заплатить, ну, это можно назвать по-разному, или штрафы, или те налоги, которые раньше не были уплачены, то есть вот тогда оно платит все налоги и может спокойно уйти. И были даже судебные процессы громкие, история знает мировая, когда пытались вывести, как-то скрытно какие-то капиталы, да, то есть когда решили, хотели там, допустим, покинуть страну или переместить капиталы в другое место, и начинались процессы, в которых всегда государство выигрывало, да, поскольку... Потому что... Да, потому что был такой договор, да, поскольку был такой договор, и как бы вот предприятие пользовалось ресурсами государства, да, тем не менее государство все равно остается в выигрыше. Это тоже как вариант нужно рассматривать, то есть... Продолжайте, да, просто был звонок из эфира, и сейчас опять есть, пользуясь паузой, да, между вашими фразами, примем мужчину, да? Давайте, конечно. Надеваем наушники. Да, добрый день, извините, что пришлось подождать. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем можно говорить, когда вот, например, когда была ковид, то профессору какому-то англичанину что ли не разрешили на удаленке преподавать у нас, потому что он не знал латышский язык. На днях одна украинка жаловалась, у нее хорошая специальность, но из-за незнания латышского языка ее взяли только уборщицей. Так привезут они, а латышский не знают, и что делать. Дальше спасибо. Да, спасибо большое. Кстати, да, специфические требования, которые предъявляются к работникам различных отраслей, если они не соотносятся с законами государства, можно ли пойти на уступки? Что касается украинских беженцев, насколько я знаю, то было разрешено... Давайте не будем трогать конкретные группы населения, потому что они как раз-таки регулируются. Речь идет о конкретной сфере. Вот ваш пример, условно Кока-Кола, или там Oracle, или Google, они приезжают сюда, они англоязычные. Можно ли со стороны государства, на ваш взгляд, пойти на уступки ради вот этого светлого результата? Я думаю, что определенно можно. У нас вы ответили на вопрос. Это, конечно, политический вопрос, но я думаю, что обязательно нужно. Еще звоночек, да? Вы пользуетесь популярностью, это приятно. Доброе утро, здравствуйте. Ну, я все-таки повторю вопрос. Какой это семейный сектор, отрасль, где государство позаботилось, наконец-то, фамилию какую-то? Конкретная отрасль, конкретная фамилия, точно. Вы можете, что это не вообще вода обо всем, как все прекрасно было бы, если бы. А вот что кто-то когда-то сделал, хотя бы один пример. Да, ясно. Спасибо за запоминание. Ну, одна из отраслей сегодня уже прозвучала, на мой взгляд, это фармацевтика. Это фармацевтика. Ну, потом мы можем говорить о том, что если брать всю историю, всю историю, когда мы переходили от одной экономической системы к другой экономической системы, у нас на самом деле достаточно много появилось и развивались какие-то направления, это опять многострадальный наш аэропорт и компании авиационные, которые сюда заходили. Да уж, это точно при поддержке государства. Да, при поддержке государства, ну, я нам, может быть, фамилии, наверное, не буду называть, да, это достаточно известная тема. государства, естественно, очень много и долго поддерживает наше сельское хозяйство, да, благодаря чему все-таки мы имеем здесь хорошего качества продукты. Но вот когда вы первый раз звонили, вы задавали вопрос, все-таки мы больше критикуем или или что, или с юмором относимся к ситуации, в данном случае, конечно, экономическая трансформация, заявление слишком громкое, особенно учитывая, что правительство в него вложило. То есть, конечно, никакой трансформации происходить не будет в ближайшее время из того, что нам предлагается. И, наверное, я действительно говорю о том, что надо было бы делать больше и интенсивнее. В начале нашей беседы вы упомянули отношение к собственности. Да. Так оно и прозвучало, отношение к собственности. Да. Оно же не может трансформироваться, потому что в мире капитала собственность неприкосновенна. Не может трансформироваться. Я упомянула это в контексте того, чтобы объяснить, что подразумевает под собой экономическая трансформация. То есть, это слишком громкое заявление для той программы, которая названа этим словосочетанием экономическая трансформация. Потому что именно экономическая трансформация затрагивает все сферы существующего строя. Поэтому надо было просто как-то по-другому это называть. У нас есть еще один звонок. Может быть, продолжение. слетел. Перезвоните, пожалуйста. Да, 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 да. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Ну, раз продолжение вы меня третий раз. Смотрите, вы родственника поддерживаете деньгами своими, а он их пропивает. Это вот по вашей логике, вы, значит, заботитесь о родственнике? То есть, значит, государство озаботилось чем-то, вбухало в аэрболте Гаусса миллионы, сотни миллионов. Это не забота, это разбазаривание денег, как у нас на медицину, на дороге, там миллиарды улетают. Так вот, простейшие вещи, вы так отвечаете, что смешно. Значит, озаботилось государство, вот как вы приводили пример Литву, это хоть какое-то, какая-то хотя бы попытка, пусть неудачная, забота государства о том, чтобы стало лучше людям, а не вбухать куда-то деньги, которые расходятся по определенным персонам, и вы это приводите, как пример, беспокойства государства о чем-либо. Вопрос как был сформулирован? Пример успешной сферы, более-менее успешной, в которую вкладывается государство. В аэрболте государство, а дальше это ваша оценка, а дальше это, конечно же, ваша оценка. Да, хорошего дня, до свидания. Да, всего хорошего. Кстати, я искал эту новость, не мог найти, только что она появилась на портале MixNews.lv о том, что Евросоюз делает все, чтобы не допустить Китай к технологиям Запада, когда вы о проводниках заговорили и о экономических войнах. И как раз-таки наш, наш, Валдейс Домбровский выступил, сейчас он исполнительный вице-президент Еврокомиссии, изучают новые меры контроля, чтобы ограничить способность Китая и других конкурентов получать передовые технологии Запада. Нам делают знаки... Я одну минутку можно отвечу все-таки человеку, который... Спасибо за то, что вы проявляете интерес. Если посмотреть глобально на ситуацию вообще с аэропортом, то давайте вспомним, что в какой-то момент, когда у нас переход от одной экономики к другой произошел, мы, в принципе, вообще утратили вот такую связь с внешним миром, и после того, как эта тема стала развиваться, сюда стали заходить авиакомпании, все-таки наше не очень богатое государство и не очень богатые жители получили возможность достаточно за небольшие деньги путешествовать по Европе и по всему миру, поэтому все-таки можно по-всякому оценивать активность государства в этом направлении, но тем не менее я считаю, что это ну, то есть, это то есть, лучше пускай этот аэропорт развивается и к нам сюда прилетают другие самолеты, чем мы ничего не будем делать в этом направлении. Есть даже предложение, может быть, однажды поговорить, как раз-таки обсудить активы государства на примере того же самого AirBaltic, почему важно иметь такой актив и вкладывать в него деньги. Давайте оценим хоть в следующей программе, хоть в одной из ближайших и уважаемые звонившие, огромное спасибо за подсказку темы, попробуем разобраться. На сегодня нам пора заканчивать. Татьяна Латышева, Александр Шунин были с вами, хорошего дня, до свидания. Спасибо, до свидания.